Врачи из Одесской области наживаются на беременных. Об этом рассказывают жители Фрунзовского района. Женщинам, мол, не дают рожать самостоятельно. Вместо этого вынуждают делать операцию, за которую требуют немалые деньги. Кроме того, роженец якобы унижают, а могут и ударить или вообще выгнать из больницы прямо во время родов. Возмущенные женщины сейчас пишут заявление в прокуратуру. Это районная больница, поселка Фрунзовка. Здесь беременных женщин вынуждают делать ненужные им операции. За это вымогают по 5, а то и 7 тысяч гривен. По крайней мере, об этом рассказывают местные жители. Я заплатила 4 700 евро. Она не хотела принимать роды. Сказала, что пока не дам деньги, она не будет резать. Хорошо, человек приехал. Мы продали скотину, что у нас было, и привезли гроши и кисарили нас. 5 500 гривен не давали за наркоз, и 5 500 гривен не давали мне за то, что я тебе приняла роды. Я родила девушку. Я продала корову и взяла гроши ей. Я говорю, что у меня гроши есть. Я говорю, что сейчас у меня нет, человек может привезти. Я говорю, сколько? Я говорю, 4 800. Человек приехал в кредит. А теперь чем мне его выплачивать? Сейчас выводишь детей у меня. Против медиков объединились женщины из села Ленина. Они уверяют, врачи создали целую схему наживы на кесаревом сечении. Сначала они, якобы, замедляют схватки. Когда женщина уже не может родить сама, ее кладут под нож. Они мне начали колотить уколы. Тут уже я чую, что они говорят, что надо делать кесаревые. Подходят к мне, какую бумажку принесли. Я говорю, подписывай. Я подписала, какой укол мне поставили. Завезли, я не знаю, куда там меня завезли. Из-за того, что я встала, что в другой палате, я разрезала. Я тебе сейчас скажу, дам один укол. Ты сейчас просто отдыхаешь немного. И потом встанешь, скажешь, сможешь уже родить. До утра ты уже и родишь. Мне дали укол. Я заснула. Это в субботу, в полдвенадцатого вечера мне как его дали. Я проснулася в неделю, в десять часов вечера. В час дня она мне говорит, звонит до своей мамы, звонит до человека. И говорит, что тебе на кесарево, что ты сама не сможешь родить. Женщины обвиняют врачей еще и в халатном отношении. Они уверяют, роженицы могут забыть снять швы или ударить ее во время процедуры. У меня швы не сняти были, потому что у меня все начало гнеть. И внизу, и сверху. Мы вызывали нашу акушерку села, и она нам сама снимала своим пинцетом и своими ножницами швы. Одна из бывших пациенток и вовсе считает медицинская небрежность стоила жизни ее новорожденной дочери. Галина планировала родить во Фрунзовской больнице своего шестого ребенка. Вместо этого девочка едва не появилась на свет в такси. За час до рода в беременную выгнали из больницы. А начался скандал как раз из-за денег на очередное кесарево сечение. В больнице все отрицают. Медики утверждают, берут деньги только на необходимые медикаменты. Если у пациентов средств нет, им сначала оказывают помощь и только после этого выставляют счет. Ни о каких там, что давай нам деньги, а потом мы тебе что-то будем делать, у нас такого нет. Честное слово, я от вас это слышу впервые, что они продавали животным для того, чтобы оплатить кесарево сечение. Вот слышу от вас впервые. Работу больницы сейчас проверяет Фрунзовская прокуратура. Уголовное производство могут открыть по статье «Получение взятки». На данный час в прокуратуре района проводится переверка по данному факту и вырешивается питание, что до внесения ведомости до единого реестра досудовых расследований за частью первой статьи 368 Криминального кодекса Украины.